Чем я вам могу помочь? Антуан Эчарян понимает, в чем проблема Ты снова сможешь стать предводителем тандема Любой изъян исправит, собаку на место поставит Покажет однодневшего, кто лидер вашей стаи Вы же видите, что я делаю? Вы тоже можете это делать Что вы хотите, чтобы я делал? Чем я вам помог? Что мне нужно сделать? Чтобы он как себя ведет? Я бы хотела, конечно, чтобы он мне так островне реагировал на предходящих Он на всех так реагирует Свои, чужие, неважно Постоянный лайф На звуки посторонние С улицы, из подъезда На все что угодно Даже иногда звонящий телефон Вот и реальция Ну и, соответственно, это постоянно шум Это и соседей напрягает И меня напрягает Не слушается меня вообще То есть, как бы Вот очень страшно все в данный момент А так Очень сильно шумеет Не знаю, как приучить его к улице То есть А что он? Он Мы выходим гулять на поводке На шлейке То есть Но несется вперед меня Мне кажется, если я его отстегну И все, я его не найду Конечно Ведь он вас серьезно не воспринимает Он меня вообще по-моему серьезно не воспринимает Он себя считает полноценным лидером Сто процентов Вы Для него Обслуживающий персонал Есть три категории человека Или лидер Или частичный лидер Который Что-то говорит, но не доводит Где-то собака его слушается, а где-то нет Есть обслуживающий персонал Который собака делает все, что хочет Это ваш случай То есть, он вас силы не воспринимает Кто он для вас? Любимчик Хорошо, но Любимчик собака Или любимчик человек Ребенок Почти ребенок То есть Опять Его надо воспринимать как собаку Ведь он же собак Если вы будете своих друзей, соседей, близких Сравнивать с собакой И вы их обидите Правильно? Этих людей Так же вы его обижаете Считаю, что он человек Ребенок Ему намного комфортнее быть собакой Если у вас идет отношение как к собаке Это создает баланс Нормальные отношения Нормальные, которые должны были быть Если у вас идет отношение как к ребенку Это создает дисбаланс Мне для вас жалко, когда он просится на кровать Мне кажется, он такой весь То, что я на работе весь Обделено вниманием Неохота Думаю, может быть, его не хватает Неохота его там потискать Да, вы это можете делать только тогда, когда он более спокойный и послушный Этим вы поощряете такое поведение Спокойство и послушание А когда он себя плохо ведет Доминирует над вами, диктует вам условия После этого вы начинаете проявлять любовь Вы закрепляете все эти ненужные На кухне то же самое Постоянно у нас попрошайничество Неважно, что там употребляется Съедобно для него или нет Это постоянно В последнее время Это еще стало лайм сопровождаться Раньше просто как скулил Прыгал, просил Сейчас это еще у нас Проявляется с лайм То есть как бы уже нагло это все начинает проситься И это и отстало бесполезно Просто бесполезно Наша задача поменять это Ведь это У него заложен сейчас этот стереотип Что я буду делать то, что я хочу Сейчас мы начнем с дверей Будем им показывать, что не лают Для этого просто Для начала нужен поводок Кисть у вас Потом еще один очень важный момент Деля Вы с ним практически не гуляете Правильно? Вот это вообще не допустимо Потому что Вы считаете, что он маленький поэтому Это почему? Потому что раньше не было времени этим заниматься А сейчас как бы Он у нас планически болится Вот сейчас он сопротивлятельно Он должен привыкнуть к этому поводку Вот на шее Что бы он ни делал Я не буду его идти, ну ничего Я просто включил режим столба Я просто ставил, как будто его привязали к какому-то столбу Сейчас он начинает привыкать С помощью этого ошейника просто можно его контролировать Показывать ему, что я от него хочу И как он себя должен вести Вот смотрите Прогулки это очень важный момент Ведь он копит энергию в себе Потом эта энергия вливается в очень плохое поведение Потому что он должен выплеснуть Он не может просто копить и копить и копить Он должен куда-то взять эту энергию Он девает на дурное поведение С ним обязательно надо гулять Мы сейчас его научим на улице гулять Вести себя хорошо Чтобы вы его брали с собой куда-то Чтобы он выплеснул энергию там Во время прогулки Это очень правильное русло Можно девать эту энергию Если нет, то эта энергия будет выплескиваться здесь В вашем пространстве Плохим поведением Скопление энергии очень плохо влияет на собак На любую собаку Без разницы это маленькая собака, большая собака То есть у вас же проблемы начались В данный момент у вас существует проблема Эта проблема началась от того Когда он начинает лазить Мы поступаем на поводок А он не живет Сейчас еще раз будет звонок Видите, я просто его держу Это он сопротивляется, возмущается Потому что он себя считает главным Но как это поменять или поводок Каждый раз, когда он лает Я просто говорю не делать так Он, конечно, недоволен тем, что на него надели Это что это? Вещь контролирует меня Я его не тяну ничего, он сам себя тянет Я просто его держу Нет Нет Видите, когда он начинает лавить Он реагирует на все звуки Правильно? Надо ведь ему пахать Видите, говоря слова нельзя Он это не поймет Обязательно сперва нужны действия А потом можно прикрепить слово И слово может отдельно работать Вот сейчас будет звонок Звонок, многократное повторение Он молчит То есть я ему показываю Если он сейчас будет лаять Я просто Вот Вот сейчас его сознание Изначально было запрограммировано как? Если я слышу звонок Это сигнал Возбужденности Сигнал того, что надо лаять, лаять, лаять беспрерывно Сейчас его мозг воспринимает другую информацию Идет тот же самый звук Но я не лаю Потому что каждый раз, когда он лаять Я показываю действие Недовольство Если он себя ведет хорошо Я могу отпустить его Вот так Дать ему свободу Вот когда он начнет лаять Я могу опять наступить на поводок И ему сказать Эй, нельзя Ведь вы должны показать ему Я же не роняю его чувства Я ему ничего плохого не сделал Правильно? Я просто его воспитываю Видите, сейчас он намного спокойнее Сейчас мы можем двигаться вперед Давайте Давайте Вот сейчас возьмите поводок Вы Вообще Не тяните его Он сам себя тянет Если начинает возмущаться Просто удерживайте его Пока он не успокоится Не снимайте поводок Потому что он поймет Что Чтобы я избавился от этого инструмента Который меня контролирует Надо Зайти в состояние истерики Вот Каждый раз, когда он лает Просто потяните Просто потяните Вот Сейчас Давайте к двери Ближе Идет Просто идите Для Хорошо Просто Вот так удерживайте Пока что, Виля, смотрите Мы не будем ничего говорить Потому что Я сперва Всегда добиваюсь Молча То есть Я сперва показываю Собаке Что я хочу Вот Когда я Допустим Вот Потяните Вверх Вот Вот Потяните Вверх Хорошо Видите, это он сейчас тянет сам себя Он начинает нервничать Возмущаться Нет Вот так Когда он лает Видите, я просто Чуть-чуть подтягиваю его Я показываю недовольство Хоть по другому Никак Я же должен показать Что так не делаю Нет Чуть-чуть Вот так Небольшой натяг Чтобы создать ему дискомфорт Именно в таком состоянии Нет Вот так Сейчас мы его приведем В таком состоянии Что Звонок будет Будет он Научиться расслабляться Не возбуждаться Не лаять Не включать тревогу Это как сигнал Кто-то пришел Кто-то в возбуждении лает Возмущение Потому что он считает Это пространство своим Он здесь главным Понимаете? Сейчас вы Берете на себя ответственность Вы ему говорите Что я контролирую Это пространство Кто может здесь лаять Это только я А я не лаю Да Вот если на его языке Это так То есть вы берете сейчас На себя ответственность За это пространство Вот сейчас он Ищется Успокаивает Вы потяните Да Знаете как Давайте Еще раз я вам покажу Вот сейчас Если он опять Будет лаять Я просто вам покажу Смотрите Вы не бойтесь Вы ему больно Не сделайте Не нужно сильно тянуть Просто Небольшой натяг Когда он начинает лаять Нет Нет Видите Я просто отвергаю А когда заходит человек Какому-нибудь сюда идет Лаять Нет Вот это упражнение И он научит Не лаять И на дверь И на телефон Мы сперва делаем молча Почему? Потому что Если добиться молча этого Мы же сейчас молча это делаем Ничего ему не говорим Вот когда он начинает Прислушиваться Начинает подчиняться Уже можно добавлять слова Допустим Не слова А одно слово Нет Это запрещающее слово Которое связывается С одергиванием То есть мне гостин Всегда с колоком встречать? Сперва да Сперва да Чтобы ему показать Как он должен себя вести А потом бед Но сперва же надо ему преподнести Это новый образ жизни Нужно многократное повторение Чтобы сознание поняло Что на это как надо делать Просто у него сейчас другой образ На звонок реагировать именно голосом На что-то внезапное реагировать голосом А вы просто Хотели чтобы он этого не делал Но вы никаких действий не делали Вы просто говорили с ним Правильно? Какие-то слова Не делай так Нельзя Фу К примеру А как он должен понять Что он не должен делать А не слова Ведь не понимают изначально Если к этому слову Если сперва действие Потом слово Они понимают Что это слово связано с этим действием Вот как сейчас мы делаем Сейчас мы действием показываем Что это нехорошее поведение И прикрепляем слово нет Что нельзя Мы недовольны Вот это слово Которое Выражает наше недовольство Запрет Замечание делает ему Благодаря действиям Он начинает верить в силу этого слова А если действий нет Это просто слова Он не поймет Приставлю 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 Когда он себя ведет хорошо Можно его отпустить Приставлю 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 Понимаете Сейчас его сознание Учится реагировать На этот звук Вот так Чем чаще это делать Тем быстрее привыкнет сознанием молчать, еще лучше, он сел. Чудеса какие-то. Сейчас мы можем отпустить. Снимите вот этот поводок сейчас. Только здесь, если скажете слова, он возбудится. Вот смотрите, сейчас он пытается прыгать на вас. Вы можете его вот так оттолкнуть. Вот смотрите, я говорю не делать так, а вы с этой стороны. Просто вот так оттолкните. Лилия, поверьте, мне не нужно, мы ничего плохого не делаем, чтобы его пожалеть. Не жалейте. В природе жалости нет. Жалость – это слабость. В природе жалость отсутствует полностью. В его природе нету понятия жалости. Потому что, если бы существовала жалость, все виды хищников бы погибли, жалеют друг друга. То есть жалости нет. Они нашу жалость расценивают как слабость. А как может слабая посыпь, которая слабая, манипулировать? Нет, контролировать, нет. Есть только сильный способ это может сделать. Поэтому избавьтесь от жалости и от очеловечивания. Это две важные моменты, которые вы должны просто отпустить. Сейчас вы можете просто его оттолкнуть. Сейчас он хочет подняться туда за грудь. Вот так. Пальцами, Лилия, пальцами. Так он более быстро поймет, что вы хотите. Видите, вы оттолкнули, а он ушел. Сейчас, если он еще раз делает, еще раз оттолкнете. Понимаете? Если он вами манипулирует, он вас всерьез не во спине. Потому что вы ниже ранга. Собака – это стайное животное. В его голове есть рахунная лестница. Где находитесь вы и где он? Сейчас он находится выше вас. Поэтому он делает все, что он считает правильным. Понимаете? Это побочные эффекты, которые бы в природе не случились. Только в человеческом мире могут возникнуть такие проблемы. Поэтому я их называю побочными эффектами. Если бы вы изначально заняли лидирующую позицию, такого бы не было никогда. Но это никогда не поздно делать. Вы сейчас можете занять эту позицию. Видите, сейчас колка идет звонок, звонок, звонок. Он даже перестал прыгать с туда и туда. Потому что вы ему показали, что так не делали. Если вдруг он залает, раз – сразу же надо реагировать. Видите, какой он сейчас? Хороший парень. Очень хороший. Лиля, вот это упражнение, у вас же есть подруги, близкие, да? Вот же можно их попросить, чтобы они вам… Это помощь. Они вам помогают, чтобы вы помогали ему быть более стабильным. Подтолкнитесь. Просто вот так. Видите, как он уходит? Ну хорошо. Вы сейчас начинаете общаться с ним таким языком, для него доступным и понятным, без человеческой речи. Ведь они не понимают нашу речь. Они могут понимать слова определенные. Но смысл, логические какие-то выводы, они не могут делать. Это животное. Когда ему можно давать какую-то ласку, может честно, я думаю, когда это? Или когда он подчиняется, ведет себя хорошо, проявите любовь. Понимаете, любовь – это очень важный инструмент в общении сабаты. Любовь закрепляет состояние, в котором сабаты находятся. Если он постоянно возбуденный, доминантный, прыгает на вас, требует от вас что-то, манипулирует вами, а вы проявляете любовь. Вы только поощряете такое состояние, которое находится в его сознании. Да, он может ходить, бродить, но он может все сейчас, только не может лаять. Видите, мы только ему делаем замечание, когда он лаят. То есть он понимает, что от меня требуют, чтобы я не подавал этого голоса. Он сам сейчас удивлен, что он лаят. Чем ближе к двери, тем уровень возбуждения все выше и выше, чем ближе к двери. Поэтому здесь он начинает лаять. Вот так. Давайте. Да, можете сейчас открыть здесь и встретить человека. Если он начнет лаять, просто отдерните его. Вот так. Молодцы. Дальше. Молодцы. Обычно в этот период он дико надрывается, прыгает, туфли, тапки, все что вокруг, и человек, пока проходит ко в комнату, все это преследуется прыжками, покусываниями. Вы сейчас держите поводок и контролируете его Если он так сейчас сделает, вы покажете, что вы недовольны подобным поведением Или ваша задача занять лидирующую позицию Только лидера он будет слушаться Мы сейчас занимаемся этим Мы возвышаем сейчас ваш авторитет Мы поднимаем ваш авторитет А ему говорим, что ты должен себя вести так, как от тебя требуют Сейчас я вам покажу, как установить Понимаете, правила должны быть Вообще у вас есть какие-то правила? Существуют? В чем заключается? Вы установили правила? Ведь главный тот, кто установил правила Даже в человеческом мире, если это семья Всегда глава семьи устанавливает правила Правильно? И все члены семьи сдерживаются этих правил Показывают, что мы уважаем тебя и те правила, которые ты установил В их мире так же В стае должны быть правила Правила устанавливает лишь анонсы Лидирующие У вас есть какие-то правила? Существуют? Вот я могу сказать, какие правила он установил насчет вас Потому что он себя считает главным А вы установили какие-то правила? Вы поймите, я очень хорошо вас понимаю Его надо любить Но вы любите 24 часа Из этих 24 часов Вы 10-20 минут не занимаетесь его воспитанием Правильно? Вы только любите Это погодная любовь Это погодная любовь Потому что вы поощряете все состояния, в котором он находится Это нервозность Он же начинает нервничать Нервозность, неудовлетворенность Поскольку он не гуляет под энергию Эта энергия вливается в плохое поведение Вы поощряете это плохое поведение Вы поощряете доминантность Вы поощряете его место лидера То есть вы постоянно любя его, гладя его Проявляя заботу и любовь Вы закрепляете все ненужные состояния Сейчас можно его любить Видите, ведь он подчиненный сейчас Ведь он слушает, если сейчас вас Он сейчас в хорошем состоянии Проявляя сейчас любовь Вы закрепляете это состояние Нос горячий Сейчас мы будем продолжать все То есть наша задача, чтобы вы стали уровнем выше Намного выше Чтобы он начал с вами считаться Вы сказали, что у вас проблемы на кухне Да, вот когда вы кушаете Что он делает? Он прыгает вокруг, просит А вы даете А вот скажите, пожалуйста Вы же даете Почему ему это не сделать и в следующий раз И все разы, когда вы сядете туда Ведь вы показали, что если ты хочешь что-то получить Сделай вот так Он делает так и получает То есть, получается, вы это делаете Вы неосознанно Вы же не хотите, чтобы было плохо Просто вы это делаете, потому что он маленький Вы его жалеете Это же ребенок Вот если избавиться от этого Будет баланс Вы станете на уровне выше, как лидер Лидер не жалеет никого И в природе нету жалости Давайте на кухню Сейчас я вам покажу, как Что и как нужно делать Дети на поводке Он подконтрольный Животного без разницы Большая, маленькая Надо контролировать Бесконтрольное животное Создает проблемы Ведь у вас же есть проблемы Мы еще когда-нибудь его просят Есть А не даешь Он начинает скулять Скулять Погаткать И мы между собой начинаем Разговариваем Пытаемся не обращать внимания А он еще громче Громче Он нам пытается перебегать Это доминантное поведение Он хочет быть постоянно в центре внимания Он говорит Эй Вы что там увлеклись чем-то вашим А я Даже здесь Обратите на меня внимание Дайте мне что-то Сделайте это Сделайте то Человек не должен быть обслуживающим персоналом Человек должен быть лидером Лишь только тогда Собака будет жить в балансе В спокойствии Хорошо Можете снять поводок Я вам покажу Как просто установить границу Можно ли вас попросить Чтобы вы Поставили на стол Чтобы хлеб Сыршался Хорошо Вот сейчас смотрите Что нужно вообще сделать Где и как Он тебя должен везти Я сейчас его вытесну отсюда Вот так Вот сейчас я здесь Устанавливаю границу Он не может зайти сюда Почему? Потому что Это опять природное Вы понимаете Собаки с рождения Запрограммировали Ник С рождения В голове Стоит программа Природная Видите Я спокойный Вообще Безстворный Да Конечно Это же первый раз происходит В природе Тогда Главная Осыпь Ест Во время Еды Ни одна Ни один Еще не стоит Ближе не подходит Они показывают Уважение Он показывает Своё превосходство Когда вы Кормите его Вы нарушаете Этот природный баланс Понимаете Вы создаете Дисбаланс Нет Видите Я очень спокойно Вы должны быть Спокойно Настойчивы Спокойно Есть Нервная настойчивость Нервная настойчивость Правильно? Это неправильно Этого не нужно Спокойно Спокойная настойчивость Я сейчас ему говорю Не заходи сюда Сейчас я могу Здесь Сейчас я могу Так делать Нет Это работает С седьмой собакой Потому что Понимаете То что он маленький Это же собака В первую очередь Он собака Потом шпиц Вы сперва Надо чтобы вы это делали Мы можем усложнить Эту задачу Просто-просто Случайно Как будто Что-то упало Я его Блокирую И говорю Нет У нас Случайно падает Съедается Моментально Чеснок Картошка Не важно Что это вообще Бумажка Крышка Просто неважно Съедобный пакет Вот все Что просто Нервно упало Что-то Моментально Происходит Что это даже Проконтролировать нельзя Ну вот Моя последовательность Последовательность В таких случаях Дает власть То есть Он начинает понимать Что с этим человеком Нужно считаться Он очень последовательен Своих действиях Если он это сделает Он сел Отлично Он еще Может лечь Ждать Очень долгое время Вот сейчас Вы показываете Что вы установили Мы установили границу Правильно Надо чтобы Вы сейчас Сами это сделали Мы можем сейчас Просто местами Поменяться И вы сами можете Его провоцировать Или просто Он может просто так Сейчас Еще раз Попробовать Зайти Вот Во время вашей Деприк Вы понимаете Это правила Которые Не должны нарушаться В дальнейшем Чтобы был баланс Вы должны Сдержаться Эти правила То есть Во время вашей еды Он должен находиться Вон там Он может на вас смотреть Может не смотреть Понимаете Но вы не должны Его жалеть Смотреть на него Говорить Какой ты бедный Как бы я бы хотел Сейчас тебе что-то дать Но так нельзя Понимаете Вы сами это делаете Вы сами Создаете проблемы Вы включаете Обратный процесс Неприродный Вроде он должен Держать дистанцию Именно это Вводит их баланс А вы включаете Что-то другое Что-то не то Вот так Можете показать Палец Видите Палец Уже начал работать Всякий Каждый раз Или Когда вы делаете Замечание Отдергиваете И касаетесь его Покажите палец Чтобы он Палец связал С воспитанием Вот Вы можете сейчас Просто встать Шаг на него сделать Он уже Зашел Он уже нарушил Границу Вот отлично Когда он уступает Можете сесть Только любить нельзя Они получают Любовь заслуженно Еду получают Тоже заслуженно Вот видите Он опять спрашивает Вот так Ваша последовательность Из вас сделает Сильнее То есть Последовательность Всегда должна быть Да Вы можете спокойно Кушать Наслаждаться Он должен уступить Вот он идет Нет Просто идете На него Вот так Смотрите Тему свою Благируете Этот проход Нет А потом уходите Когда он успокаивается Если он идет вперед Проявляя настойчивость Вы тоже говорите Нет Я настойчивее И что-то тогда Он вас поверит Нет Если честно Первый раз Видела свою собаку В таком состоянии Что меня Очень конечно Порадовало Что она может Что она способна Учиться Что она может Что она не понимает Чего я хочу Нет И на самом деле Все элементарно просто Да Конечно И будем перевоспитывать Будем учиться Хорошим манерам То, что я смогу Это сделать Я уже поняла Просто надо Терпение и труд Все Видите Принуты твоего Выясняли И опять возвращаюсь Все Ну на самом деле За какие-то два часа работы Очень большой результат Хотя полтора года Как он у меня есть Ничего подобного Ни криками Ни визгами Ни как-то злобным тоном Ничем не помогало Конечно Но я довольна Очень Это очень хорошо Ваша задача Просто поддержать Это все Ведь не сложно Согласитесь Ну согласна Да Будем Учиться Вчера Надеюсь Когда к нам придете Он будет совершенно по-другому Да Я тоже надеюсь Прийти к вам И зайти Чтобы он не лаял Чтобы он не знает Что у меня есть собака Да Нет Спасибо большое И вам спасибо 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 Спасибо